В Новосибирске три десятка национально-культурных автономий. Их разнообразие можно было увидеть в День народного единства. Национальные диаспоры демонстрировали культурные традиции и читали стихи на родном языке. С подробностями Александр Потенихин. Таяк-тартыш или маст-рестлинг – это древняя игра, которая похожа на перетягивание палки. Упоминание об этом состязании можно найти даже в древнем эпосе кыргызского народа, который считает Таяк-тартыш национальным достоянием. 4 ноября, в День народного единства, представители множества культур рассказывают о своей исключительности и оригинальности. Каждого народа своя особенность, своя культура. И чем мы больше знаем другие народы, представляем свой народ, тем мы все богаче становимся. Анатолий Локоть отмечает, в Новосибирске не только численность населения увеличивается, но и расширяются национально-культурные автономии. Мы начинали работать в мэрии города Новосибирска, и было 26 национально-культурных автономий, которые традиционно были объединены в единое семью, содружество. Сегодня их 29 уже. И мне говорят о том, что готовится еще одно заявление, и будет 30. 4 ноября у православных свой праздник – День Казанской иконы Божьей Матери. Сотни новосибирцев собрались на площади Пименова на молебен. Наземные захватчики бежали, Москва очистилась, а вскоре и вся земля русская. И именно поэтому и был установлен в этот день День памяти Казанской иконы Божьей Матери. Культурное разнообразие России и в литературе. На фестивале в День народного единства поэты, музыканты и артисты исполняют собственные произведения на родном языке. Россия многонациональная. И только через язык я передаю свою культуру, традиции, народу, проживающему в Горном Алтае. Александр Потенихин и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok